Всем привет! Сегодня я продолжу читать базу данных в игре Assassin's Creed 4. И у нас сейчас будет животный мир. Акула-бык, или тупорылая акула, получила свое название за короткое рыло и склонность таранить жертву головой. Обитает в теплых, неглубоких водах. Очень агрессивно и опасно для человека. Самки крупнее самцов, а взрослые особи достигают в длину более 7 футов. 2,15 метров. Акула-молот. Это рыба с необычной формой головы, позволяющей лучше выслеживать добычу. Обитает в водах тропических и умеренных широт. На людей не нападает, но при возникновении угрозы становится смертоносным противником. Белый кит, или кашалот. Легенды и правдивые рассказы о гигантском ките, или кашалоте, передавались из уст в уста в течение столетий. Однако, кажется почти невероятным встретить его в реальности в начале 18 века. Пройдет еще 150 лет, прежде чем американский писатель Герман Мелвилл напишет в точности о подобном ките целый роман. Может это его дальний родственник, или это и есть то самое морское чудовище? Белый ягуар. Белый цвет шкуры является следствием генетической мутации, или альбинизма. Разновидность мутации, затронувшая белых ягуаров, также сделала их более агрессивными животными. Большая белая акула. Самая крупная хищная рыба в мире, главное оружие которой почти три сотни зазубренных зубов, идущих в несколько рядов. На людей белые акулы нападают, но чаще всего из любопытства. Пробуя жертву на вкус и отпуская, они достигают 15 футов, 4-6 метров в длину. Горбатый кит. Известные своим умением издавать сложные, запоминающиеся звуки, горбатые киты достигают огромных размеров, до 62 футов, 19 метров в длину. Отмечается сезонная миграция от полюсов к экватору, обитает небольшими состаями. Игуана. Ареал обитания от Бразилии до Северной Мектики и Карибских островов, а также Техас, Флорида и Гавайи. Это обычные игуаны питаются только листьями, цветами и фруктами. Обычно при возникновении опасности игуаны убегают, но при необходимости могут дать врагу отпор, надуваясь, шипя, размахивая хвостом и кусаясь. Кабан. Также веприт дикой свинья. Родственник домашних, но крупнее и покрыт щетиной. В Карибский бассейн они попали из Европы. Колумб лично привез 8 свиней из Испании. Кабаны отлично прижились на островах и с тех пор стали охотничьей добычей моряков и пиратов, для которых солонина являлась основной провиантом в пути. Капуцин. Маленькие и очень умные макаки капуцины водятся в Центральной и Южной Америках. Они практически всеядны. Их рацион составляет орехи, фрукты, мелкие птицы, лягушки, устрицы и т.п. Многие пираты и многие наши современники держали капуцинов в качестве ручных зверьков. Кроме того, их тренируют для помощи страдающим квадриплегией. Косаткам. В 18 веке моряки звали этого родственника дельфинов китом-убийцей или серым дельфином. Косатки яростные хищники, которые подобно волкам ходят со стаями на морских котиков, морских львов и даже на других китов. Водятся киты-убийцы в морях. Крокодил. Крупный четвероногий обитатель тропиков. Крокодилы достигают длину до 15 фунтов, 5 и более метров. Могут весить до 2000 фунтов, около 900 кг и живут до 70 лет, в зависимости от вида. Эти напоминающие доисторических чудовищ хищники питаются птицами, рыбами, насекомыми и другими рептилиями. Много раз подвергавшись массовому истреблению, вид сейчас находится на грани исчезновения. Медуза. В некоторых странах ее называют рыбою-суднем, но это неверно. Медузы плавучие беспозвоночные, обитающие во всех морях мира. Тело медуз по форме напоминает колкол. От него отходят щупальца, способны жалить жертву. Обычно укусы медуз безвредны для людей, но укусы некоторых видов опасны и даже смертельны. Морской еж. Маленькое морское животное, покрытое острыми шипами. Морские ежи обычно прячутся на дне моря, скрываясь среди небольших камней и водорослей. Их острые шипы легко могут проткнуть кожу человека. Мурена. Мурена водится у каменистых берегов и коралловых рифов, Багамских островов, в Карибском море и Флоридокис, а также южнее, по побережью Бразилии. Днем они прячутся в расщелинах скал, а ночью охотятся. Тело мурена покрыто зеленоватое слизью для защиты от паразитов. К людям мурены равнодушны, однако могут укусить, если до них дотронуться или напугать. Употребление в пищу мясо мурена может привести к отравлению, заболеванию сигуатера. Олень. Олени относятся к отряду парнокопытных. Карибская фауна насчитывает несколько видов оленей. Красные мазамы водятся в Тринидаде и Тубаго. А белохвостые олени, обнаруженные колонистами в 1700-х годах, обитают в районе Флоридокис. Оцелот. Ведущий ночной образ жизни дикая кошка с желтой шерстью и темными полосками, как у ягуара. Оцелоты могут быть размером с домашнюю кошку, а некоторые особи достигают 4 футов. Ревун. Обезьяна ревун считается одним из самых громких животных на Земле. Несмотря на малые размеры, они издают гудение, слышно на расстоянии до 3 миль 5 км. Они не агрессивны и аргентинцы заводят их в качестве домашних животных. Рыжий ревун. Мех у ревунов бывает коричневым, черным или рыжим. Рыжий обитает на всей территории Южной и Центральной Америки. Скат манта. Несмотря на то, что скат манта, родственник акул, он безобиден. Особи достигают огромных размеров, 9 метров в ширину, и питаются планктоном и мелкими рыбами, загребая их в рот при помощи передних плавников, отходящих от глаз. Эти скаты могут выпрыгивать из воды и обитать по всему миру. Хутия. Эти крупные грызуны, которые обитают только в Карибском бассейне, могут вырастать до различных размеров, из-за чего на каждом острове выделяют разные виды этих существ. Их мясо употребляют в пищу. Его можно тушить с луком, чесноком, помидорами и паприкой, или же с медом и орехами. Черепахам. Климат Карибского бассейна отлично подходит как наземным, так и морским черепахам. Черепахами называют рептилии с твердым панцирем на спине. Все черепахи дышат воздухом и откладывают яйца на суше. Черная пантера. В обеих Америках черная пантера обычно называют ягуаров, черной окраски. Они не являются отдельным видом, а просто обладают иной пигментацией. Черной особи составляет менее 10% от общего поголовья ягуаров. Ягуар. Самый крупный представитель кошачьих в западном полушарии. Его отличает мускулистое тело, грациозность и особый способ убийства жертвы. Когда ягуар вгрызает зубами в череп жертва, чтобы поразить мозг. Индейцы майя верили, что ягуар может переносить послания между миром живых и миром мертвых. В наши дни численность ягуаров сокращается. Их вид относится к категории близких к уязвимому положению. Ну, на сегодня все. Всем спасибо. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok